Всем привет, я Таня Давыдова, и сегодня я отвечаю на такой большой вопрос. Он серьезный, глобальный, он про токсичные отношения, и здесь вопросы про родителей в большей степени. Однако, девочки, это может быть то же самое с мужем, то же самое с какими-нибудь родственниками. То есть в любом случае токсичные отношения – это тема очень большая, и она очень токсичная, потому что это нас отравляет. И сегодня я расскажу, как экологично уйти из таких отношений. Без потерь уйти. Почему нужно уходить из токсичных отношений, собственно говоря, чем это опасно. И расскажу схему прямо. И надо сказать, что я как бы редко, когда все-таки, я как психолог редко даю советы, прямо точные, но в таких случаях есть определенный алгоритм, который изначально кажется таким как бы немножко страшным, но на самом деле он дает возможность действительно избавиться от токсичных отношений. А зачем? Для того, чтобы построить счастливую, полноценную жизнь. Итак, вопрос. Татьяна, здравствуйте. Прошу прощения за столь длинный, подробный вопрос. Я вас прощаю, потому что на самом деле, когда есть подробности, мы можем прямо судьбу увидеть, историю увидеть. Это на самом деле всегда очень хорошо. Мне 27 лет. Живу с родителями, с младшей сестрой 20 лет, младшим братом 15 лет и любимой собакой. Моя мама вышла замуж за 20-летнего папу в 16 лет. То есть мама была еще вообще ребенком, надо сказать. Причиной брака была я. Смотрите, девушка это подчеркивает. Видимо, она ощущает ответственность и некое такое ощущение, что если бы не я, то все бы сложилось иначе. И вот это чувство, оно очень часто причиной как раз вот этих вот ощущений, что мне сложно выйти из этих токсичных отношений. И то сначала стоял вопрос об аборте. Но бабушка сказала, что меня надо оставить и что моим родителям нужно пожениться. Результат 27 лет мучений. Во-первых, девочка эту историю все знает, что вообще-то ее должны были абортировать и что бабушка оставила. То есть, конечно же, уже с таким грузом достаточно сложно простраивать свою полноценную жизнь. Дальше. Сколько я себя помню, родители постоянно ругаются, спорят и что-то делят, и пытаются друг другу что-то доказать. Причин для скандалов много, но самое обычное – это деньги. Папа упрекает маму деньгами, мол, она много тратит, не зарабатывает. Когда мама вышла замуж, папа запретил ей общаться со своими подругами, потому что он сказал, что они какие-то легкомысленные, плохо на нее влияют, а также запретил работать. В целом, вот она пишет, что он получает много, и они живут в достатке. Соответственно, когда я стала подрастать, лучшей подругой мамы стала я. Она делилась со мной всем и всегда. Когда они ругались, мама мне рассказывала о своих чувствах, о своих проблемах, о своих переживаниях и даже о ненависти к папе. И чем старше я становилась, тем конфликтов все больше и ненависти все больше. Развести мама давно очень хочет, но боится, что тогда она не сможет помогать нам, детям, а также своим пожилым родителям. Еще раз добавляю, нам, детям, это 27 лет и 20, то есть это дети такие, 27 лет и 20, а также своим пожилым родителям. Папа говорил, что если как бы разведемся, живите как знаете, но намекал, что копейки от него не получим. Маме 43 года. Девочки, это практически разница моя, 43 года, цветущий возраст. Работу в маленьком городе найти сложно, только какие-то низкооплачиваемые подработки, которых явно будет мало. Сейчас все члены семьи морально истощены. У мамы часто панические атаки, невроза, депрессия, скачки, давление. В общем, психосоматика пошла, а мама уже уходит в болезнь от всего этого. А у меня просто нет сил ни на что. Я вообще, в принципе, не понимаю, чем бы я хотела заниматься. 9 лет работаю по продавцам в магазине. Работаю и люблю. И вообще мне не хочется общаться с молодыми людьми. Никакого парня у меня нету и никогда не было. И вообще, смотрите, это самое главное. И вообще у меня такое чувство, будто я прожила уже 20 лет в несчастливом браке, мечтаю о разводе и устала от семейных отношений. Я понимаю, что мне надо как-то быстрее уходить из этих токсичных отношений. Ведь годы мои идут, а я как будто проживаю не свою жизнь. Но мне так жалко маму. Ведь если я от нее отделюсь, она вообще останется со своими проблемами и обидами одна. Ей больше не с кем будет об этом поговорить и не с кем поделиться. Мне также жалко папу. Он думает, что все мы с ним проживаем из-за денег. И он пытается нас всех удержать, потому что боится остаться совсем один. В общем, я не знаю, выйти как из этой ситуации, как помочь родителям и себе. Точка, конец абзаца, письмо окончено. Девочки, я сейчас отвечу на это письмо, что делать. И всем, кто попал в этот капкан, то есть или деньги есть, но отношения такие плохие, что страшно потерять деньги. Или бывает еще хуже, бывает и денег. Нет, а такие тоже бывают случаи, когда какая-нибудь семья алкоголиков, пьют-бьют. И вообще все это, вот одна квартирка, и все мучаются. Девочки, что здесь очень важно? 27 лет. Никогда не было отношений. И вот то, что девушка пишет, я как будто бы уже 20 лет прожила в несчастном браке. Так и есть, моя хорошая. Поскольку вы проживаете не свою жизнь, и вы говорите, что мама все время делится со мной, мама мне все рассказывает, вы реально как будто бы проживаете ее жизнь. И у вас уже все было. И вам уже это все, вот так вот. И психика, конечно же, будет блокировать любые новые отношения, пока вы не освободитесь и не разделите свою жизнь и жизнь мамой. Девочки, как это сделать? Первое. Если вы говорите, что у вас деньги есть, это проще. Девочки, идите к психологу профессиональному. Вы сэкономите себе годы жизни, понимаете? Она вас отсоединит. Ключевая проблема в чем? Что ребенок думает, что из-за него все беды. Вот она пишет, да, что вот причиной брака была я, да. Нет на самом деле. Попоймите, что вашей ответственности в этом нет. Никакой ответственности нет. Это так бабушка решила. Это так мама решила. Да, вообще-то был половой контакт между папой и мамой. Вы никакого участия к этому не имеете. Никакой ответственности не имеете. Поэтому это их жизнь, это они так решили. Плохое решение, хорошее решение. Они должны разгребать последствия этого. Я понимаю, вы хотите помочь маме. Кажется, что если вы уйдете из этой конструкции, то она разрушится. Может быть и так. Но вашей маме 43 года. Когда, если и сейчас она сделает какие-то важные перемены у себя? И понимаете, на самом деле, если вы отойдете в сторону, вы только поможете. Потому что тогда она столкнется и папа. Они тогда столкнутся лицом к лицу действительно с тем, что они имеют. С теми проблемами, которые вот у них есть. И они дальше решат. Поэтому смотрите, что бы я рекомендовала делать? Я бы рекомендовала дистанцироваться. Чтобы это сделать, нужно внутри себя принять мысль, что я имею право на свою жизнь. Прямо проговаривайте себе. Папа и мама взрослые люди. Они старше меня. И они должны быть мудрее, разумнее, опытнее. Это ж так. Правда? Это ж ведь так. И они сами справятся. И смотрите, очень ключевая фраза. Я не буду больше обслуживать, именно слово обслуживать, эмоциональные потребности моих родителей. Поэтому вам нужно выйти из этой роли, увидеть вообще вот этот весь ужас, какую роль вы сейчас исполняете. И поблагодарить себя за этот путь и сказать себе, что ты уже очень многое сделала. Вы уже так долго склеивали этот брак. Ну, хватит, наверное, уже. Ну, хватит. Поэтому я бы здесь сказала, что вам нужно дистанцироваться. Как это сделать? Смотрите, физически. Очень многие вопросы решаются организационно. Попробуйте, смотрите. Если у вас есть возможность съехать куда-нибудь, это идеальный вариант. Вообще, знаете, лучше отыскать работу, где вам больше платят. Где вы будете перегружены, понимаете? В новой сфере, в любой другой, где вы будете загружены, чтобы у вас просто тупо не было времени общаться с мамой, понимаете? Самый простой способ, да? Это меньше быть дома. Если у вас есть своя отдельная комната, оставаться в ней. Купите ключи, закрывайтесь, говорите, что у вас там свои дела, чтобы просто меньше контактировать. А еще лучше это работа, которая поглотит вас полностью. И вы начнете чувствовать, какая вы без родителей. Зачем такая работа? Чтобы потом снять квартиру и уехать. Понимаете? Снять квартиру и уехать. Вам нельзя жить с родителями. И смотрите, здесь вот есть еще такая заковырка в вопросе. Как помочь родителям и себе? Первое. Надо отказаться от мысли помочь родителям. Родители могут помочь себе сами. Понимаете? Вот если вы эту мысль примете, что родители взрослые люди, и они могут прожить свою жизнь так, как они посчитают нужным. Понимаете? Если человек решил спиться, вы его не остановите. Вы ничего не сделаете. Ему нужно дать право спиться или одуматься и стать нормальным. Но это его выбор, его право. Вы не можете тотально влиять. Тем более вы дочка. И что я вам сказать хочу? Вот это ощущение, что я хочу как-то, знаете, очень... Ну, чтобы все меня поняли, принесли. Конечно, съезжай с нас. Конечно, добрый путь. Такого не будет. Такого не будет, потому что, девочки, любые перемены – это стресс. Даже хорошие перемены – это стресс. Поэтому, мои хорошие, работайте под собой. Все у вас получится, потому что дорогу осилит идущий.